Видеокурс StreetTile. Самооборона на улице в стиле Muay Thai. Узнай секреты самообороны и выходи победителем из любой уличной драки. Ссылка в описании под видео. Здравствуйте! Вы узнаете, как правильно поставить нокаутирующий удар именно для самообороны на улице, куда, когда и зачем лучше делать этот удар. И, конечно же, я поддерживаю здоровый образ жизни, трезвый образ жизни. Применяйте это только в крайнем случае, только в целях самообороны. Сейчас вы увидите, как это все делается. Итак, давайте разберемся, прежде всего, что такое нокаутирующий удар. То есть, главное, чтобы вы понимали, нокаутирующий удар это не суперсильный или супер какой-то жесткий удар. Это неожиданный удар. То есть, чем удар более неожиданный, тем он более нокаутирующий. То есть, было доказано, чтобы для того, чтобы отправить взрослого человека в нокаут, достаточно силы 8-летнего мальчика. Если он правильно ударит, неожиданно в нужную точку, человек может реально потерять сознание, то есть, выйти из строя. Поэтому, все обладатели, даже в таких, да, в боксе, это особенно вела статистика, там проверяли. То есть, обладатели нокаутирующего удара, вот по силе удара они были довольно посредственные. Но они умели его всегда правильно, точно тыкнуть. Так что, не думайте, что там, если человек огромный, здоровый, да, то у него 100% нокаутирующий удар. Это далеко не так. Главное, бить правильно, точно и в нужный момент. Что очень важно, это нужный момент. Теперь перейдем ко второму пункту. То есть, это куда нужно бить, да, чтобы ваш удар был нокаутирующий. Прежде всего, мы рассмотрим зону лица. Для того, чтобы удар был нокаутирующий, все знают, да, наверное, с пеленок, что нужно бить в борду. То есть, здесь такая небольшая часть, да, скулы сбоку, прямо, с двух сторон, прямо снизу. То есть, любая, под любым углом, или это прямой удар в нижнюю челюсть, да, именно в бороду. Или это боковой, или это апперкот. То есть, нижняя челюсть, ваша основная зона. Также, очень хорошо переносится и носит. То есть, здесь удар будет не столько нокаутирующий, да, не в плане того, что противник там упадет без сознания, а именно шокирующий. Сразу слезы начинают бежать. То есть, здесь на носу хрящик, да, все понимают, что он сразу может поломаться, нос можно поломать. Все это очень неприятно и действительно шокирующее такое чувство. То есть, больше вам, в принципе, есть еще, конечно, зоны виска. Ну, туда довольно маленькая зона поражения, да, дальше идет череп, можно серьезно травмироваться. И также я хочу акцентировать ваше внимание на том, что не обязательно бить в голову, да. Также на теле есть очень-очень такие уязвимые места. Это солнечное сплетение, прежде всего, и печень, область печени. То есть, эти места в некоторых ситуациях намного выгоднее и намного лучше, да, нанести удар именно в эти места, чем в голову. Почему? Сейчас объясню. Но, прежде всего, перейдем еще к такому пункту, как ответственность. То есть, ребята, не думайте, что если вы дома научились делать этот удар, то все, вы там супер боец, можете выходить на улицу и всех ломать, рубить. Вы должны прежде всего понимать, что есть ответственность ваша сознательная, есть ответственность по уголовному кодексу. Нанести нокаутирующий удар на улице можно очень серьезно травмировать человека. То есть, от минимального, там, до выбитые зубы, сломанная челюсть, до убийства. То есть, если вы на улице, там, на асфальте, хорошо вставите прямой в бороду человека, он теряет сознание, падает, бьется затылком, об ордюр, о какое-то ограждение, об забор железный, он действительно может просто человек умереть. Поэтому, прежде всего, еще раз напоминаю, 300 раз подумайте перед тем, как действительно влазить в драку и делать этот удар. Но если такая ситуация бывает, конечно, что там, вы идете по переулку, темной ночью, три гопника от мороз каких-то подходят, там, действительно начинают угрожать, что-то пытаются вам предъявить, и у вас нет другого выхода, потому что от этого зависит ваша жизнь или жизнь близкого человека. Когда вы действительно можете нанести этот удар, но сразу, так сказать, вызвать скорую анонимно, чтобы она оказала помощь этому человеку, и действительно где-то скрыться, чтобы потом к вам не было никаких претензий, потому что это очень часто бывает, у меня даже знакомый был, в любом случае, когда человек шел на него, напало три человека, да, пьяных, там, подвыпивших, реально ему начали что-то предъявлять, завязалась рака, он троих положил, приехали ППСники, и его арестовали, узнали, что он занимается единоборствами, предъявили ему обвинение в нанесении телесных повреждений средней тяжести, дали условно два года, так как ничего серьезного там с ребятами не было, то есть, ну, вы ничего не докажете, если вы победили, значит, вы виноваты, вы должны понимать, что система нашего законодательства и Украины, и России, она очень лояльна к этим вопросам, то есть, законы пишутся под преступников, как говорят немало, руководителей, да, и работников МВД, немножко от темы отошли, просто я хочу, чтобы вы понимали свою ответственность, и не применяли этот удар направо и налево, поэтому лучше всего, лучше всего наносить удар в область туловища, как с целью избежания, да, серьезных травм противника, так и с целью избежания серьезных травм ваших, потому что удар кулаком в голову, да, будь то челюсть, нос, если вы попадете в лоб, например, да, или там, в череп, именно в кость, в кость, как-то неправильно поставите кулак, очень высокая вероятность травмы, даже у хороших бойцов, которые годами тренируются при уличных драках, очень часто травмируются кисти рук, очень часто, то есть, здесь невозможно сделать какую-то супернабивку, одно неправильное движение, движение навстречу, да, движение в сторону, как-то кулак уйдет, все это травма, выбитые кисти, да, такие неприятные могут быть, много последствий, поэтому лучше наносить этот удар в корпус, если, конечно, короткая дистанция. Ну, и теперь перейдем непосредственно к самому процессу, как этот удар делать, как его ставить. Итак, прежде всего, нокаутирующий удар, для того, чтобы нанести нокаутирующий удар, он должен быть выполнен технически правильно, то есть, прежде всего, вы должны на воздух перед зеркалом отрабатывать технику удара, то есть, я рекомендую вам отрабатывать одну руку, ну, естественно, параллельно и вторую, для того, чтобы вы умели и понимали, как работать двумя руками, ну, нокаутирующий удар, да, само понятие подразумевает окончание драки одним ударом, то есть, одним ударом вы решаете весь конфликт, поэтому, там, делать наработки каких-то серий комбинаций не надо, лучше выставить один жесткий удар рукой, то есть, правильно научиться его делать и уже его применять. То есть, сама техника удара, вам надо учиться его делать с опущенных рук, да, стойкость здесь не проходит, вы выполняете удар на короткой дистанции, когда идет разговор, да, завязался какой-то спортом, какие-то предъявления, и вы стоите уже отсюда, учитесь пить, то есть, сразу, прежде всего, стоечка левая нога немножко вперед, под шагом, когда начинаете разговор, для того, чтобы у вас было равновесие, и отсюда работаете уже с корпусом, то есть, то же самое, как простой удар, прямой, да, прямой удар в боксе, у меня есть видеокурс по базовой технике ударов в тайском боксе, то есть, он абсолютно бесплатный, можете зайти на сайт, скачать его, и в конце видео будет ссылочка на него, там полностью все удары, и отсюда же вы делаете сразу удар, то есть, с опущенных рук стараетесь завернуть сначала корпус, то есть, удар волнообразный, сначала с ноги доворачиваете корпус, потом плечо, и потом только вылетает рука, то есть, рука вылетает сразу, кулак доворачиваете, очень важно, когда вы постановку делаете себе, ставите именно удар для улицы, это правильное положение кулака, вы должны ударить двумя передними косточками, да, руксами, на указательном и среднем пальце, то есть, вот плоскость этого вашего удара, если попадете на мизине, сразу выбейте палец, сразу уйдет палец далеко и глубоко, но вам не надо, это и такие серьезные травмы будут кулака, поэтому сразу учитесь немножко догибать кулак, то есть, кулак бьется не прямо, да, не так, он может уйти назад, выломаться, а чуть-чуть вперед, для того, чтобы здесь была прямая линия между ударной поверхностью, да, между двумя куксами, и запястьем, и предплечьем, шла одна прямая линия, то есть, для того, чтобы удар ложился жестко, то есть, он ложится жестко, и у вас кулак никуда не ходит, вы жестко его прямо делаете, когда вы бьете, у вас жестко прямо кулак, он никуда не уходит, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, то есть, четко должна быть прямая линия, Тогда это будет хороший, жесткий удар Без травм кулака Еще раз, доворачиваем с корпусом С опущенных рук, сразу Раз, удар сделали Руку опять бросили Сделали и вернули Сначала нога Ножкой доворачиваете корпус Корпус, плечо И потом вылетает кулак, плечо Локоть, кулак, последнее звено Такой хлесткий удар получается Встали, сразу к себе и выбросили То же самое на боковой Это наверное даже более применимый На улице, чем прямой То же самое, техника ноги корпуса Такая же, только удар выполняется Плечо Локоть согнутый, 90 градусов В руке, положение кулака Такая самая ровная линия Но локоть чуть-чуть выше кулака Работаете сюда, раз И сделали удар Бросаете и чуть-чуть сразу сбоку Наносите удар согнутой рукой С корпусом делаем удар Также апперкот С корпусом бьем Удар получается сразу снизу вверх Рука тоже 90 градусов И снизу точно в подбородок Ложится удар Кулак так же ровно Все точно ровно Очень важно, чтобы никуда не ушел При ударе снизу И стоите, работайте Это вы делаете перед зеркалом Прямой Боковой Аперкот И то же самое В корпус Аперкот в корпус Мы не поднимаем А как бы бьем Снизу Наша цель Солнечное сплетение И печень Печень надо отрабатывать Для левой руки Так само Левую ножку Доворачиваем И в корпус Пробиваем в область печени Рука согнута Кулак ровно Здесь Мы так же можем Добавить удар локтем Он тоже очень эффективный Когда идет разговор На короткой дистанции Принцип удара Такой самый Корпус Ножка Корпус Клечо Рука согнута Мы бьем локтем Именно вот этой костью Это наша ударная поверхность Встали И отрабатываете удар локтем Сразу Быстрый Короткий Чем прелесть этого удара Локтем Потому что локоть Повредить практически Нельзя Как бы это очень тяжело Это такая жесткая кость И даже если вы не попадете Там в челюсть Попадете в скулу Или В череп В любую точку головы Да У противника сразу будет Болевой шок Гематона сразу вылезет Просечение может быть Большая вероятность То есть такой практичный удар Но его надо очень правильно бить С очень правильной дистанцией Когда очень короткая дистанция И уже идет непосредственно Ваша отработка После того как вы наработали На стену Перед зеркалом Именно на мешке Дома Нужно иметь мешок Да Если нету мешка Есть такой Вариант Там например На стену Обмотать ее чем-то Что-то повесить Такое Мягкое На стену Чтобы вы не травмировались И уже работать Отработку Уже именно силу Именно скорость удара Скажем так Скорость и жесткость Нужно отрабатывать На мешке На чем-то жестком Или на стене Подушка какая-то Есть макивары Каратистские Можно прицепить На стену Подушку И здесь Вы работаете То же самое С опущенной руки Сразу Стараетесь Сделать Этот удар И ручку Уже вернуть К себе На всякий случай Лучше возвращайте Ручку К подбородку Вдруг Войдет последовательная Атака Или вы не попадете Или нужно будет Делать еще один удар Вы можете Раз сделать И отсюда Сразу два А первый удар Непосредственно Отрабатываете С опущенной И работаете Выбрасываете Справа Встали Дистанцию Очень хорошо На мешке Чувствовать дистанцию То есть стоите Да Вот на такой дистанции Средней Нужно бить прямой Естественно Боковой далеко Надо тянуться Его будет видно Далеко кулак Оттянете Будет травма То есть на такой дистанции Нужно бить прямой Сразу встали С опущенной руки Сразу отрабатываете Если дистанция Такая более-менее короткая Бьете боковой То же самое С опущенной руки Сразу четко Жестко Очень главное Следите за кулаком Не начинайте Сразу бить сильно Можете травмироваться Сначала просто Понабрасывайте Почувствуйте Как стоит кулак Куда он ходит А потом уже Непосредственно Вставляйтесь Делайте короткий Жесткий удар То же самое На очень короткой Когда начинают Бодаться Куда-то уже Подталкивать Просто делайте Удар локтем Так же самое С корпусом На носочке Доворачивайте Корпус И Я бы вам Рекомендовал Очень уделить Внимание Именно ударом В корпус Солнышко И в печень Это очень эффективные Удары Без серьезных Последствий Как я говорил И для противника И для вас Но неожиданный Удар Солнышко На вдохе Противник Сразу упадет Будет корчиться Пена изо рта То есть Ну это все такие Последствия Ну ничего серьезного Отдышится Откачает Без травм Каких-то серьезных Но он очень эффективный Делайте так же С апперкотом Сюда сразу В чем его преимущество Он очень короткий Его не видно Удар в корпус Тяжело на него Среагировать На короткой дистанции У вас идет Минимальное движение Руки Вы стоите Рука опущена Сразу И все Этого достаточно Чтобы противник Уже скрутился И упал на пол Все Сразу Короткий жесткий удар Но на мешке Очень аккуратно Отрабатывайте Так как здесь Пальцы Идут на себя Кулак довернутый Рука прямая Все ровно Чтобы не было Никакой травмы Это При апперкотах Очень часто Кулаки Травмируются Также непосредственно На мешочке Можно набивать Ударную поверхность Лучше это делать Отжиманиями На жесткой поверхности Например На досточках Деревянных Или на плите Кухонной На кафеле Дома где-то Отжимаетесь Все отрабатывайте То же самое С левой руки По печени Удар Также стоит С опущенных рук Сразу То есть он идет Не просто Аперкот А чуть-чуть Сбоку Постараемся попасть Немножко сбоку И прямо Кулак можно развернуть Такой удар Пивной кружкой Называется Как вы держите Кружку Чашку Вот такое положение Кулака Немножко сбоку В корпус Все этого будет достаточно Так само Очень удобно Отрабатывать на ввло Если есть стена Обмотали ее Чем-то мягким Хорошим Вообще замечательно Здесь можно И боковой Сразу сбоку Отрабатывать И по корпусу И апперкот И прямой То есть в принципе Вот этой отработки Вам должно хватить Для постановки Хорошего жесткого удара Но Еще раз повторюсь Подумайте 10 раз Перед тем Как наносить Этот удар То есть для чего Если можно решить вопрос Да Словами Лучше решайте Его словами Лучше отойдите Скажите Да я виноват Извини И все И спокойно ушли Чем Ввязываться в ситуацию Искать неприятности Для себя Для противника Для человека Какого-то Нанести Серьезную травму И себе И ему И со всякими Последствиями Оно вам не нужно Поэтому применять Только в крайнем случае И так Скажем Да и просто Нету другого выхода Когда от этого Зависит Действительно Ваша жизнь Или жизнь Близкого человека Спасибо за внимание Я думаю Вам было интересно И полезно Но Еще раз Акцентирую Обязательно Используйте Это только В очень крайнем случае И только В целях самообороны Когда вы видите Что у вас Просто нету Другого выхода Как применить Физическую силу Но Всегда помните То есть Это мой девиз И я прошу вас Чтобы это было Вашим девизом Лучший поединок Тот который не состоялся То есть Лучше уйти от поединка Чем Нанести Травму Человеку Или получить Самому травму Ведите здоровый Образ жизни Трезвый образ жизни Подписывайтесь на канал Проходите по ссылочкам В конце видео Там больше интересного Много интересного До встречи В новых видео уроках Удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok